Привет, с вами Стас Быков. Сегодня мы поговорим о том, как раскрутить канал на ютубе в наше время. Поговорим о пяти фишках, которые работают прямо сейчас и когда вы их начнете применять, эффективность продвижения на ютубе, она конечно увеличится. Я применяю их на своем канале, увидел результаты и решил поделиться с вами этой информацией. Если вы какие-то фишки уже пробовали, то отпишите обязательно в комментариях. Поехали! Первая фишка это тайм-коды, которые необходимо использовать и ютуб делает все для этого. Что у нас сейчас появилось? Давайте мы зайдем на видеоролик, где есть тайм-коды. Вот, например, инструкция продвижения в Яндексе и Гугле. Обратите внимание, сейчас мы идем на шкалу времени, вот здесь внизу, и там, где есть продолжительность ролика, появился заголовок. Вот, индексация статьи в Яндекс и Гугле. То есть, если мы немного перемотаем, мы увидим репосты в социальных сетях, еще мотаем продвижение разделов. Видите? То есть, здесь появились как раз вот эти тайминги, то есть, интервалы, по которым зритель может перемещаться и как оголовление смотреть, что у вас здесь в ролике. Как это делается? То есть, в описании вам нужно сделать следующее. То есть, я как делаю? Заголовок тайм-коды. Дальше обязательно вам нужно поставить 0, 0, 0. Это значит старт. То есть, ютуб понимает, что вы сейчас будете делать тайм-коды, и он здесь вот на линейке будет разбивку делать. Если вы начнете, например, с 3.20, тогда этой разбивки здесь не будет. Это сделано для того, чтобы было удобнее смотреть. Как вы знаете, тенденция сейчас идет к тому, что многие блогеры, миллионники, начинают записывать и 2-х, и 3-х часовые ролики, есть и 4-х часовые. И чтобы зрителю было удобнее, он уже сразу может видеть оглавление. Вот здесь мы видим, что на 3.20, например, индексация статьи. Он может кликнуть, во-первых, в описании. И сразу же, видите, перешло туда. А может вот здесь, прямо по шкале времени. Удобно это тем, что на мобильных устройствах это также работает. Это все облегчает задачу по навигации. Поэтому используйте это. Это поднимает удержание. Зрители могут посмотреть и сразу же перейти на тот момент, который их интересует. Поэтому тестируйте, а потом смотрите на статистику, как это сыграет именно конкретно на вашем видео. По расположению я делаю в самом начале, после анонса. Но обычно можно сделать и в середину, и в самый конец описание. То есть, это роли не играет. Главное написать вам 0, там, двоеточие 0-0. Дальше или прямая линия, или треугольничек, или точка. Это тоже на ваше усмотрение. Самое главное укажите 0, двоеточие 0-0. И тогда у вас активируется данная функция. Напишите в комментариях, используете ли вы данную функцию на своем канале. А мы переходим дальше. Следующая фишка, она позволяет сгенерировать все просмотры в данный момент, которые есть на вашем канале, на новые ваши видео. Сейчас объясню, что нужно делать. Для этого нам нужно с вами зайти в творческую студию. Дальше заходим в аналитика. И здесь есть два момента, на которые стоит обратить внимание. Итак, первое, это лучшие видео за выбранный период. То есть, таким образом мы понимаем, какие видео самые топовые на вашем канале. Окей. То есть, есть список. И следующий момент, он даже важнее, чем вот первый. Это в режиме реального времени. Нажимаем здесь подробнее. И сейчас мы видим вот те ролики, которые смотрят прямо сейчас. И они генерируют вам трафик в режиме реального времени. Что это значит? Обычные зрители вашего канала, они смотрят ваши ролики. И есть возможность перенаправить этого живого реального зрителя, который прямо сейчас смотрит ваш ролик, на ваш новый ролик. Или на любой другой ролик, который вы захотите. То есть, как это происходит? Вы, например, записали новый ролик. Вы загружаете ролик на канал. И после этого проходитесь по всем роликам, которые смотрят в режиме реального времени. И которые у вас лучшие ролики. Ну, скорее всего, они будут совпадать. Да, там какой-то процент, он будет совпадать. Но сверьте. И мы перенаправим живой реальный трафик на ваше новое видео. Понимаете? Это же реальное. А как мы перенаправим? Есть несколько способов. Когда зритель смотрит ролик, как мы можем взаимодействовать с ним? Правильно. Через подсказки, которые вот здесь вылазят. Подсказки мы можем делать в любой момент времени. Посмотрите по удержанию. Когда у вас падает удержание, вы делаете до падения этого удержания, что как можно больше охватить зрителей. Дальше. Мы можем взаимодействовать через конечные заставки. Здесь можно настроить, что самое новое видео будет всегда показываться. Хороший вариант. Или если вы вручную всегда выбираете, то вручную выберите ваш новый ролик. И еще третий момент, откуда можно поймать зрителя, это описание, ну и плюс комментарии. Вы туда можете вставить ссылочку. То есть, вот посмотрите новое видео в продолжении темы. Или новое видео на такую-то тему. И то же самое в комментариях. И закрепите этот комментарий. Это позволит вам сделать так, чтобы он всегда был вверху. Да, то есть, сейчас сортировка есть, как вы знаете, по популярным и по новым. Но независимо от того, как выберут, всегда у вас комментарий будет в самом верху. Поэтому вы сможете перенаправить. Что получается? Три точки взаимодействия. Я вам рекомендую использовать данную фишку. Она позволит вам привлекать живой трафик. Вот прямо сейчас зрители смотрят ваши ролики. И раз им подсказка, или в конечной заставке они увидели ссылку на ваше новое видео. Используйте эту фишку. Напишите в комментариях, знали ли вы о ней и применяли ли ее. Поехали дальше. Третья фишка. Делать видео под запросы аудитории. Я вот уже 6 лет на ютубе, я постоянно говорю. Не нужно делать то, что вам хочется. Делайте то, что нужно вашей целевой аудитории. Вот вы выбрали направление. Рыбалка, например. Постоянный пример, но зато понятный. И нужно понять, что хотят зрители, которые интересуются данной темой. Для этого есть очень много сервисов, с помощью которых можно делать аналитику поисковых запросов. Даже сейчас вот один из них вам покажу. Это VDQ. Это вообще топовый сервис для оптимизации роликов. Здесь мы с вами можем понять, что интересует аудиторию. Вам нужно писать ролики под запросы аудитории. Вот, например, я ввел тут раскрутку на ютубе. Я вижу, как раскрутить канал на ютубе. Вот, что интересует аудиторию. 135 тысяч поисковый объем. А если я, например, выберу, как набрать просмотры на ютубе, то ноль. Да, то есть, видите, от формулировки это тоже зависит. Но, тем не менее, мы все равно понимаем, под какой запрос здесь впоследствии мы будем делать оптимизацию. Дальше мы о ней тоже поговорим. Это следующая фишка. Здесь я вам хочу донести ту информацию, что вам нужно делать видео под запросы аудитории. То же самое вы можете использоваться, например, обычным сервисом ютуба. Да, наш любимый, где мы и работаем. Здесь мы переходим в поисковую строку. И начинаем, например, писать. Удочка для рыбалки. Вот, и мы видим удочка для рыбалки с лодки, с берега, своими руками, на карася. И это уже понятно нам, что интересуется этими запросами наша целевая аудитория. И что нам нужно сделать? Просто выписать, составить контент-план и записывать видео на эти темы. Эта позиция выигрышная и она правильная. Потому что, когда у вас начинающий канал и вы будете записывать видео, не анализируя запросы, вы будете снимать для себя, и не факт, что вы попадете в аудиторию. Может быть, это никому не интересно, кроме вас, правильно? А если мы приходим на ютуб, мы хотим здесь популярности, мы хотим просмотров, мы хотим заработать на ютубе. Для этого мы смотрим и отталкиваемся от интересов нашей целевой аудитории. Целевая аудитория у каждого канала, у каждого направления, она своя. Поэтому сделайте анализ своей целевой аудитории и поймите, какие запросы они задают и вообще, какие темы им интересны. Погнали дальше. Четвертая фишка, которую я тоже рекомендую вам использовать, это одно видео, один ключ. Не нужно мешать. Например, знаете, очень часто там есть влогеры, которые пишут, сходила в Икею, там распаковка подарков, что-то все вот напишут в заголовке. Все и ничего, да. Лучше заходят ролики с точки зрения оптимизации вирусности, когда один ключ, одно видео. Объясню, что происходит. Смотрите, у меня есть видеоролик, как раскрутить сайт в Яндекс и Гугл. Продвижение сайта самостоятельно. Один ключ, одно направление, основное, да, вот у меня, как раскрутить сайт в Яндекс и в Гугл. Я здесь не написал, например, какие-то сопутствующие направления, там, как раскрутить сайт и как создать сайт, как наполнить сайт. То есть, это уже все темы другого видео. Понимаем, что одна тема, один ролик. И так должно быть с каждым вашим роликом. Вот смотрите, SEO-оптимизация сайта, VPS-сервер, SEO-продвижение сайта, колл-трекинг, как раскрутить сайт. Вы заметили? Я под каждый ключ записываю ролик. Я не мешаю и не путаю эти ключи. И так будет гораздо выигрышная позиция. Потому что алгоритмы YouTube будут понимать, о чем вы говорите в этом ролике. Он будет понимать, какая целевая аудитория этого ролика. И тогда он будет уже через рекомендации продвигать ваш ролик. А плюс, вы усилите оптимизацию через поисковые системы Яндекс, Google и тот же YouTube. Потому что ключ не будет распыляться. Здесь же по технологии с продвижением сайтов. Да, я уже более 10 лет занимаюсь продвижением сайтов. Свой блог продвигаю. И какое правило там? Самое главное. Выбираем ключик и под него пишем статью. Тут то же самое. Выбираем тему. Вот здесь в поисковом запросе. Я вам уже показывал. Вот здесь вспоминаем. Выбираем поисковый запрос. Записываем видео. Делаем под него оптимизацию. И таким образом у вас она будет более эффективна. Напишите в комментариях, используете ли вы эту фишку. Знали ли вообще о ней? И как? Своё мнение. Мне очень интересно узнать об этом. А дальше на прямом эфире, наверное, выходные. Пообщаемся с вами на тему продвижения на YouTube. Погнали! Последняя фишка. Она же пятая. Это размещение постов в социальной сети или репосты вашего видео через сокращенную ссылку. Я вам рекомендую это делать, потому что в таком случае вы весь трафик будете перегонять на YouTube канал. Вы знаете, когда вы размещаете, например, ссылку во ВКонтакте, то происходит просмотр во ВКонтакте через внутренний плеер. И все просмотры засчитываются именно во ВКонтакте. Все лайки, все комментарии, они во ВКонтакте. Вам это не нужно. Вам нужно, чтобы посетитель, когда нажал на ссылку или на баннер, который появляется в посте в социальной сети, он перешел именно на страницу, где находится ваш ролик. Он должен находиться на YouTube. И здесь должна быть вся активность. Не ВКонтакте, не должны быть там лайки. Они должны быть, но они вам не помогут для продвижения ролика на YouTube. Человек должен перейти, лайкнуть здесь, написать комментарий здесь, сделать репосты этого видео на YouTube, а не репосты постов в социальной сети. Сейчас покажу, чтобы было все понятно. Смотрите, что я делаю, когда делаю репосты. Вот здесь есть кнопочка поделиться, и вам нужно, мало того, что зарегистрироваться во всех этих социальных сетях, которые здесь есть, ну кроме Reddit и Dig, я их тоже не использую, да, вам нужно сделать следующий пост. То есть я копирую отсюда название, вот это вообще фишка, о которой никто никогда вам не скажет. Кстати, друзья, напишите, какая фишка вам нравится. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. О какой вы не знали. Но я на самом деле вам скажу, что вот эти пять фишек, они все рабочие. Если бы мне их кто-то сказал пять лет назад, я бы сейчас правильно продвигался, и моими роликами было заполнено вообще все пространство на YouTube, ну и в поисковых системах Яндекс и Google. Итак, я здесь делаю название. Дальше я копирую вот этот анонс, который составляю, о чем, да, данный ролик. Затем я ставлю двоеточие и делаю здесь ссылку на это видео, но не вставляю прямую ссылку на это видео, а копирую здесь. Вот, копировать, и дальше иду в свой сервис bitly.com. Я бесплатный тариф здесь использую, не надо платить, тоже можете просто зарегистрироваться. Create, копируем ссылку сюда, вставляем, и теперь здесь нужно взять copy. У вас получилась сокращенная ссылка. Давайте вот, раз, вот я ее сюда вот вставляю после двоеточия. Попробую увеличить. Вот, должно быть вам видно сейчас. То есть, есть название, есть анонс, и дальше я делаю хэштеги. Сейчас тоже покажу вам. Опускаю в самый низ, копирую хэштеги, которые я заранее уже проанализировал и вставил. Все, пост готов. Теперь мы вот это будем использовать для репостов. Я копирую все. Нажимаю поделиться, потом нажимаю Facebook. И не просто нажимаю отправить, а вот здесь в поле расскажите об этом. Да, текст где можно добавить. Я копирую и вставляю. Что происходит? В тот момент, что есть сокращенная ссылка, при нажатии на нее сразу же человек попадает на YouTube. И так нужно пройтись по всем социальным сетям, особенно во ВКонтакте. В ВКонтакте это очень хорошо работает. Давайте я вам покажу. Потому что если вы будете ВКонтакте использовать прямую ссылку, то у вас подхватится внутренний плеер ВКонтакте. И все просмотры будут засчитываться здесь. А сейчас смотрите, что происходит. Битлай подхватывается. То есть подхватилась ссылка на баннер. Да, вот здесь. Теперь мы можем вставить сюда картинку любую. Я рекомендую вам ставить такой же значок, который у вас на ролике используется. Дальше нажимаете опубликовать. И все. И теперь человек может, как перейти на ваше видео, он может нажать на ссылку сокращенную битлай. А второй момент, вторая точка захвата это баннер. То есть обратите внимание, у меня все так ролики сделаны. Вот. Сокращенная ссылка, баннер. Сокращенная ссылка, баннер. Я нажимаю на баннер. И я перехожу на YouTube. Все логично, все просто, все понятно. Таким образом вы собираете всю активность из любой социальной сети именно на вашем видео на YouTube. Напишите в комментариях, о какой фишке вы знали, о какой не знали. А может быть все вы их используете. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Можете прямо в комментариях цифры написать. Какая фишка вам понравилась. Если у вас есть какие-то дополнительные вопросы. У меня есть обучающий курс. Это электронная книжка по YouTube. Тоже ссылку на нее оставлю в описании. Посмотрите. Там знания моих 5 лет работы на YouTube. На следующей неделе уже выходит видеокурс. Наконец-то долгожданный. Я его 3 месяца делаю без перерыва. Там будет актуальная информация. Ссылку на предзаказ я тоже оставлю. Успевайте. В следующей неделе цена в 3 или 4 раза даже поднимется. Потому что те знания, которые я вкладываю в этот курс, они реально ценные. И после того, как вы его изучите, вы можете даже работать с SMM-специалистами или администратором YouTube-каналов. Потому что я все там передаю. 60 видеоуроков пошаговых. Как сделать канал, как его оформить, как раскручивать. Поэтому я вам рекомендую ознакомиться с информацией по ссылке в описании. Если есть какие-то вопросы, то пишите в комментариях. Давайте наберем 1000 лайков на этом видео. Поддержите меня. И проведем прямой эфир, где я буду отвечать на ваши вопросы по теме раскрутки на YouTube. С вами сегодня был Стас Быков. До новых встреч. Пока. Пока.